Здравствуйте! Золотая осень начала свой сезон, и наша творческая команда вновь собралась вместе, чтобы держать вас в курсе всех культурных событий Луганщины. Студенческие новости Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского, как и прежде, будут рассказывать о премьерах в филармонии и театрах, о выставках и вернисажах, знакомить с творчеством луганской молодежи и гостей республики. Студии Ирина Бартушис и сегодня в выпуске. Это самый живой мир, которому ты можешь только прикоснуться. Я обожаю Глинку Чиковского, и это открытие просто, потому что русская музыка действительно потрясающая. Здесь дети будут проходить подготовку в трех направлениях – хореография, вокал и народный танец. Выставка известного луганского фотохудожника Леонида Филя собрала в стенах Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского тех, кто понимает и ценит прекрасное, запечатленное в одно мгновение. Автора работ многие знают не только как мастера фотографии с большой буквы, но и как декана факультета изобразительного искусства Лгаки. На выставке были представлены пейзажи родины Леонида Максимовича. На одной – черкащина, откуда он родом, на второй – степь, которая расстилается сразу за Луганском. Мастер считает, что хороший фотограф должен прежде всего обладать ремеслом, достаточно большой свободой в искусстве, опираться на мирные традиции и культуры и четко представлять, как он хочет видеть мир через объектив фотоаппарата. На вопрос, что самое завораживающее в профессии фотохудожника, Леонид Максимович ответил. Капля воды весной, падающая с дерева в лужу, в которой отражается небо, молодые зеленые листья. И ты понимаешь, что это самый живой мир, к которому ты можешь только прикоснуться. На открытии выставки Леонида Филя присутствовали его студенты и коллеги. Для кого-то из них выставка стала хорошей школой, а для кого-то открыла метро с новой, еще неизвестной стороны. Мы видели его работы в колледже висящие, и они все с ним вызывали у нас интерес. Но мы увидели пейзажные работы, которые для нас новые. В общем, выставка вызывает восторг в качестве и в необычной форме в подаче. Выставка Леонида Филя показала, что грани допустимого в фотоискусстве для него нет. И мы будем ждать новые работы мастера, чтобы в который раз окунуться в мир креативного видения жизни. Луганская филармония открыла 71-й концертный сезон. Несмотря на то, что после окончания 70-го сезона прошло совсем мало времени, луганчане с нетерпением ожидали встречи с классической музыкой. По традиции открыл концертный сезон Академический симфонический оркестр. Была исполнена программа венских классиков, концерт для фортепиано с оркестром номер 3 Бетховена и виолончельный концерт Сен-Санса. В концерте приняли участие гости Луганская. Известные исполнители, пианист из Италии Андреа Мерло и российский виолончелист Глеб Степанов. Андреа Мерло и Глеб Степанов побывали и в нашей Академии. Студенты ЛГАКИ имени Михаила Матусовского встретили гостей аплодисментами. И если Глеб Степанов уже выступал перед луганской публикой в прошлом году, то Андреа Мерло приехал в наш город впервые. Место очень красивое и очень солнечно даже было во время того, когда я приехал. Жаль, что видно, что война была. Очень грустно в том, что все происходит. Но город тем не менее очень живой. Я видел много людей, приятных. В филармонии была потрясающая публика и все было очень приятно. Потрясающе. Стоит отметить, что после получения диплома музыкального исполнителя в Ванкувере, удвижимый большим интересом к русской музыке, Андрей отправился в Россию, где продолжил обучаться в Московской консерватории. Незначительная разница в возрасте между студентами Академии и их гостями, прекрасное владение языком музыки способствовали полному взаимопониманию во время проведения мастер-класса, на котором молодые виртуозы учили будущих музыкантов чувствовать музыку душой. Осенняя пора навевает поэтическое настроение. Все вокруг дышит загадочностью. Так и хочется усесться за Томик Пушкина. Этим в следующем сюжете и занялась Дарья Рыбалко вместе с работниками Республиканской юношеской библиотеки. «Унылая пора, а чей очарование» писал когда-то Александр Сергеевич Пушкин. Но только не для учеников средней школы номер 20. Осень для ребят – время познаний, свершений и прекрасного времяпрепровождения. На днях в юношеской библиотеке Луганска семиклассники открыли сезон Болдинской осени, чтобы понять и поближе познакомиться с произведениями и жизнью великого классика. Сколько было богатырей в сказке? Тридцать, 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 тридцать. Какое ученое животное? Кот. А кот какой был? Чувак. Ученый. На мероприятии, конечно же, звучали стихи поэта, написанные в самый продуктивный период жизни Пушкина – так называемую «Болдинскую осень». Из рассказа ребята узнали любопытные факты и свидетельства о бытности тех дней. О том, что затворничество в Болдина совпало с подготовкой женитьбы Александра Сергеевича на Наталье Гончаровой, и что вдохновленный предстоящим событием и любовью к очаровательной женщине, Пушкин в это время закончил работу над Евгением Онегиным, циклами повести Белкина и маленькими трагедиями. Написал около тридцати лирических стихотворений. О том, что позднее были в жизни Пушкина еще две «Болдинские осени» и многое другое. Ребята, которые пришли на это занятие, мне очень нравится то, что они о нем много знают, но тем не менее не так много, как есть у нас, допустим, в литературе, и не так много, как знаем мы. Но наша задача сделать так, чтобы они знали о Пушкине больше, чем мы. Пушкин действительно великий и гениальный человек. Говорить о нем нужно, говорить о нем можно, и у нас есть все возможности для того, чтобы это делать. Сколько бы ни говорили, что молодежь уже не та, мы доказываем обратное. Любознательные, оригинальные, а главное, очень заинтересованные. Ребята с интересом рассуждали о жизни Александра Сергеевича, о его воистину бессмертных произведениях, в которых каждый найдет нечто родственное и близкое. И днем, и ночью, и кот, и членный все ходит по цепи кругом. Идет направо, пись заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит. В планах Луганской библиотеки для юношества сделать такие встречи постоянными. И впереди ребят ждут увлекательное знакомство с творчеством и жизнью не только классиков, но и современных авторов. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Прийти в Детскую Академию Культуры и Искусства Лугаки не хотите ли? По сложившейся традиции, в начале учебного года занятия начинаются не только в школах и институтах, но и в Детской Академии Культуры и Искусств. И все ребята, желающие найти себя в творчестве, с нетерпением ждут начала занятий. В октябре Детская Академия Искусств на базе Луганской Государственной Академии Культуры и Искусств имени Михаила Матусовского вновь начинает свою работу. Занятия в детских студиях – это не просто способ скоротать время ребенка, пока его родители заняты работой. Это место, где дети получают начальное базовое образование в определенной отрасли искусства. Здесь по-прежнему работают все 11 студий. Но кроме этого, в Детской Академии планируется масштабное расширение. В этом году увеличивается количество коллективов и направлений подготовки детей. Под эгидой Элины Ивановны Синчук мы будем набирать коллективы в детский театр песни и танца «Луганские узоры». Здесь дети будут проходить подготовку в трех направлениях – хореография, вокал и народный танец. Также на этом отделении у нас будет проходить набор в театре современного танца «Джамп». В новом учебном году Детская Академия планирует открытие детской эстрадной студии «Экспрессия». Будет проходить набор в студию академического вокала, детский духовой оркестр и детский хор. Планируется открытие студии народных инструментов, студии дизайна и моделирования. В коллективах проходит активная творческая работа, благодаря чему дети смогут презентовать свои достижения каждый месяц. У Детской Академии будет проходить два отчетных концерта – это декабрь и май. Будут проходить конкурсы внутри Академии, в частности, это конкурс мотиваторов среди учащихся школ, где будут принимать участие и наши дети из Академии. Будет проходить конкурс видеопроектов. Сами руководители студии все лето активно готовились к новому учебному году, чтобы с первого занятия дети увидели, насколько интересно то, что здесь преподают, и почувствовали сплоченность и теплую дружескую атмосферу коллектива. Например, студия современного танца «Антре» уже начала активно готовиться к фестивалю «Золото осени». Лето мы очень активно готовились на самом деле. Мы писали программу, мы составляли графики и работы. Мы думали, что лучше деткам поставить, как это проводить, как нагрузки совместить в плане акробатики, скорее графики, чтобы не переупреждать. Мы собираемся участвовать во всевозможных фестивалях, которые будут проводиться в рамках нашей области и в рамках вообще всего, чего только можно. Также в этом году возрастные рамки приема детей в детскую академию расширяются до 16 лет. Вводятся оценки и экзамены, как форма контроля учащихся детских студий. В детской академии ваш ребенок сам может выбрать то направление, которое его интересует, и развиваться в этой сфере дальше. Здесь уделяется внимание каждому ребенку, а главное – развиваются его собственные личностные качества, потому что мы хотим видеть в искусстве индивидуальность. Осень на Руси всегда была порой свадеб. Не стал исключением для молодых луганчан и нынешний сентябрь. Выкуп невесты, обмен кольцами и праздничный банкет – традиционные составляющие свадебного торжества. Но в каждом году существуют свои тенденции, которые в большей или меньшей мере приходятся по душе молодоженам. И несмотря на нелегкое время, любящие пары Луганской народной республики стараются сделать свою свадьбу наиболее запоминающейся. Вы знаете, сейчас молодожены в основном выбирают – это выездная регистрация брака. Это модно, это актуально, это очень интересно, это очень необычно. Выездная церемония – это как театрализованное представление, это как сказка, это как мини-спектакль, на котором все зрители, все гости, они всегда просто в шоке, в приятном шоке. И испытывают такие чувства, которые никогда официальная регистрация в ЗАГСе не передаст столько эмоций, сколько именно выездная. Темы также свадеб бывают разные. Это может быть и морская свадьба, это может быть и гангстерская свадьба, также ковбойская, ретро. Все, конечно, зависит от желания молодоженов, а я пытаюсь максимально воплотить это в жизнь. Пара Ольги и Антона не так давно связала себя с семейными узами. Свою свадьбу молодые сыграли в европейском стиле, выбрав для оформления насыщенно-синие и нежно-белые тона. Церемония бракосочетания проходила в ресторане «Корона». Подготовка к свадьбе у нас заняла полгода. Мы усердно готовились. У нас, так как у нас военное положение, достать что-то было очень сложно. Мы объезжали весь город. Наши прекрасные свидетельницы тоже шили специально костюмы, эти платья. Каждая мелочь подбиралась, уточнялась. Нас уже весь город знает, что у нас была синяя свадьба. Уже хотелось какого-то в наше военное время, какого-то своего праздника именно для себя. Без этих формальностей, чтобы было больше семейной, больше душевной атмосферы. Свадьба – это день, с которого начинается семья. И то, будет ли играть живой оркестр и звучать фанфары, конечно, важно. Но главное, чтобы все ваши близкие в этот день были рядом и могли поделиться своими искренними пожеланиями счастливой семейной жизни. Всем, кто заключил брачный союз в эту прекрасную пору, мы желаем счастья. Пусть жизнь для молодоженов будет благодатной, как щедрая осенняя пора. А всем нам мира! С вами была Ирина Бартушис. До встречи через неделю на канале Луганск-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова